Вы с предопределением немножко разобрались? Знаете все, к чему вы предопределены? К послушанию, к спасению. И намерение о вас, а не во благо, а не во зло. Аминь. И вы все имеете будущность и надежду. И начавши вас это доброе дело не оставят даже до дня пришествия. Аминь. Немножко я вас утешил? Да. И когда Всевышний приходит в нашу жизнь, Он всегда говорит нам, не бойтесь. Потому что неизвестность это то, что пугает человека. Страх перед будущим это то, что пугает человека. Поэтому Бог, приходя в нашу жизнь, открывает нам будущее. Он дает нам будущность и надежду. Он раскрывает для нас тот путь, которым нам надлежит пройти. И говорит, куда мы придем. Понятно? Даже если мы ошибаемся. Да. Написано, что на том пути даже неопытный не заблудится. Даже неопытный. Даже тот, кто будет ошибаться, падать, вставать, он не заблудится и он пройдет этим путем. Он будет помогать. Но делать должны вы. Святость это часть моя. 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 Хранить себя в чистоте и святости это моя часть. А его часть очищать меня, когда я запачкаюсь и прихожу к нему. Понятно, да? То есть есть наша часть. И это не значит, что я живу как угодно, а он меня все равно приведет. Нет. Нет. Я должен соблюдать свою часть. Хранить себя в святости. Если я запачкался, не получилось у меня сохраниться, то я должен прийти к тому, кто меня очистит, и опять поставит, и я опять пойду. Понятно, да? Шуа. На иврите буквально возвращение или восстановление. Тшуа. Возвращение или восстановление. Это не сожаление или признание, порожденное депрессией, отчаянием, страхом перед многознанием. Это не сожаление, признание своего проступка, которые рождены депрессией, отчаянием или страхом перед наказанием. Депрессией, отчаянием, страхом перед наказанием. То, о чем мы говорили. Грех, он разрушает что? Взаимоотношения. Тшуа возвращает или восстанавливает взаимоотношения. Это непростое исповедание или признание из-за обстоятельств или наказания, которое грядет. Это не то, что я пришел и говорю, ну, слушай, чтобы вот эти неприятности закончились, или они не начались, ну, ты меня прости по-нормальному так, давай. Чего? Ну, виноват, понял. Все, больше не буду. Ну, давай, прощай. Или человек попадает в торбу, ожидая этого наказания. И боясь наказания, он начинает исповедовать свои грехи. То есть, о чем я говорю? К сожалению, слово тшуа или покаяние на русском нивелировались до какого-то момента исповедания. Исповедание достаточно важная часть в покаянии. Но это лишь часть покаяния, а не все покаяние, не вся тшуа. Тшуа – это путь. Путь назад к Творцу. Которая ожидает, поощряет человека в этом возвращении. И принимает его в конце этого пути. Помним, мы рисовали вчера человечка, да? Стену. И здесь Бог. За этой стеной. И человеку нужно преодолеть этот путь. Отсюда, вот сюда. И на этом пути, в этой стене должны открыться двери швы. Двери покаяния. И если двери не откроются, то человек не сможет пройти этот путь. Итак, Бог поощряет человека начать этот путь. Помогает человеку совершить этот путь. И ожидает человека в конце этого пути. Бог на всем этом пути будет вместе с этим человеком. который встал на путь швы. И так праздник Рош-Хашина, праздник суда. Когда человеку сообщается, что суд для него он еще не окончательный. У него есть возможность стать на этот путь. Путь швы. И Бог желает, послушайте, Бог желает, чтобы человек встал на путь швы. Пусть швы. метро и и и и Но выбор стоит за кем? Удивительно, второзаконие 30 глава, 30-19 стиха. Во святителя перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил тебе я. Благословение и проклятие. И когда человек затрудняется в выборе, Бог подсказывает правильное решение. Выбери жизнь. Но выбор лежит за кем? Бог не желает смерти грешника. Это не его желание. И если грешник выбирает жизнь, то он будет жив. Если праведник выбирает смерть, то он умрет. Это выбор человека. Бог подсказывает правильный выбор. Бог желает, чтобы человек совершил правильный выбор. Бог помогает ему в этом правильном выборе. Но выбор остается всегда за человеком. Поэтому личная ответственность человека всегда будет присутствовать. И так, с этим все понятно. Величайшее чудо, чудо прощения, которое ожидает человека на пути чуи. И мы постепенно подходим к дням трепета. Мы постепенно подходим к дням трепета. И здесь, к сожалению, на сегодняшний день Иногда мы встречаемся с достаточно формальным отношением к этим дням. То есть, ну, как бы, хорошая еврейская традиция. Мы ходим друг к другу в гости, да? Что мы делаем, когда мы ходим в гости? В дни трепета? Молодцы. А что, должны делать были? Да. Хорошо. Ладно, должны были на самом деле просить прощения. На самом деле должны были просить прощения. Дни трепета предназначены для того, чтобы примириться со всеми людьми. Они предназначены для того, чтобы в плоскости между людьми наведен был порядок. Это плоскость между людьми. Это не горизонталь, не вертикаль. Это плоскость. Итак, это стало неким ритуальным действием. И это хорошая вещь. Поверьте мне, это хорошая часть. Я прошу прощения у многих людей в эти дни. Пишу письма. И некоторые люди удивляются. Отдаем долги. Кстати, запишите, отдаем долги. Это неплохая часть, если мы готовимся действительно к искуплению. Мы подготавливаем себя к реальной встрече с Богом, реальному искуплению. Бог дает нам время привести все дела на этой земле в порядок, чтобы предстать для его суда и как бы суда окончательного. Опять, я не провожу параллельность с Новым Заветом. Я говорю сейчас в ключе еврейской традиции. Еще раз замечание. Я не говорю сейчас плоскости Нового Завета. Я не привязываю это поведение к поведению раз в год. Потому что для нас это должно быть норма поведения каждый день. Понятно, да? Неплохо, конечно, хотя бы раз в год об этом вспоминать. Но для нас норма каждый день. Спасибо братьям нашим, которые еще не познали его, что они вспоминают хотя бы раз в год об этом. Потому что многие люди вообще об этом не помнят. Хотя бы раз в год. И то уже неплохо, да? Но для нас это практика каждый день. Итак, в нашей жизни существуют обстоятельства. И мы говорили об этом, да? И когда происходят какие-то обстоятельства в нашей жизни, то мы можем понимать, что что-то не так, как нам хотелось бы, и это почему-то, да? Но тут надо понимать, что инспирация этих обстоятельств может иметь абсолютно различный источник. То есть, инспирировать, ну, сделать, быть инициатором, да? То есть тот, кто производит эти обстоятельства в нашей жизни, это может быть, в общем-то, совсем по-разному. Первый, кто может производить эти обстоятельства, которые происходят в нашей жизни. Причем я не... Все... Тогда, получается, все, что происходит, это он виноват. Так, кто? Так, есть обстоятельства, которые планирует для нас Всевышний, чтобы обратить нас назад к себе. Это один вариант. Есть обстоятельства, которые допускает Всевышний с той же самой целью. Да? Есть обстоятельства, которые мы планируем или создаем мы сами, своими поступками. И есть обстоятельства, которые конструирует враг из-за того, что мы позволили ему вторгнуться в нашу жизнь. Понятно, да? Чего так тяжело? Вся скорбь еврейского народа. Ну, значит, мы позволяем? Тогда не вторгается? Знаете, когда я читал тему «Грех на основах веры», я давал краткий перечень того, над чем человек может властвовать. Я думаю, что список будет, конечно, может быть неполный. Ну, сейчас попробуем. Хоть что-то из этого списка. Той человек, над чем может властвовать человек, вам тоже интересно стало? Вы уверены? Вы уверены? Над ним это над кем? Вы знаете, я когда разговаривал с народом своим, который у меня учится на курсе, я им сказал такую странную вещь. Она была очень странной, звучала достаточно странно для них. Мы какие-то такие смешные люди. Вы говорите, он сказал «Властвуй над ним». Над кем? Над грехом. Правильно. Аминь. Над собой. Он сказал «Не над собой, а над грехом». Лежит, властвуй над ним. Но я спрашиваю, скажите, пожалуйста, к примеру, вы получили в наследие кусок земли. Вы получили в наследие кусок земли. Где-то под Одессой. В центре, пожалуйста. какой-то такой, небольшой. Суток 10, может, 15. Скажите, вам интересно будет посмотреть на него? Странно. И вы пойдете и осмотрите границы этого участка. Да? Да. Вы хотите посмотреть на него и знать, что с ним можно делать? Ну, какой он? Какой он? И Бог нам говорит над чем-то властвовать. Быть властелином над чем-то. Да над всем. Усё. Грех. Вот над тем, над усем могу властвовать. А шо то усё? Усё моё. Как оно выглядит? И здесь написано блудники, идолослужители, прелюбодеи, малаки, мужеложники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые, хищники. Царство Божие не наследует. А это на самом деле перечень то, над чем мы можем властвовать. И это далеко не полный перечень. И это далеко не полный перечень. То, над чем Бог дал нам власть. И когда это искушение происходит, приходит в мою жизнь, я могу сказать, о, там в этом перечне это есть, галочку ставим, я могу быть властелином над этим. Я могу над этим властвовать. это не может победить меня, потому что Бог дал мне власть над этим, и я могу быть господином этого. Откуда это стало известно в Новом Завете? Истору. Ну, не только Истору. Из Танаха. Из Танаха. И когда я разбирал эту тему, я как раз своим студентам давал все места по Танаху, которые говорили о том же самом. Понятно, да? И этот перечень, который приведен в Новом Завете, он далеко не полный, кстати. В Танахе он несколько шире, и апостол Шауль, понятно, привел просто краткий конспект. И когда мы смотрим в Танах, то мы видим еще заодно иногда последствия в нашей жизни, которые будут приходить к нам, если мы не будем властвовать. Если мы будем выходить за пределы нашей власти, что будет происходить? Танах нам тоже объясняет все это. Понятно, в 1 Коринфянам 6 глава 9-10 стих вы можете увидеть краткий перечень, 1 Коринфянам 6 глава 9-10 стих вы можете увидеть краткий перечень, но и при желании конечно посмотреть на более полный. Так? Понятно, что касается инспирации? Да. И понятно, что попадая в те или иные обстоятельства, мы должны понимать для чего они служат. мы должны понимать для чего они служат. здесь как бы очень важно видеть цели, которые Бог преследует, допуская обстоятельства в нашу жизнь. 15 глава Ивана Иоанна. 15 глава Ивана Иоанна. Ишу говорит, я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы принесла больше плода. Аминь. Хорошо. Хорошо, что вы согласны с Писанием. Итак, всякую ветвь, не приносящую плода, он что делает? А с отсеченной ветвью что он делает? Сжигает. Вы знаете, что в этом месте Писания не говорится ничего даже приблизительного подобного? не знали, нет? Что даже отдаленно подобного ничего в этом месте Писания не говорится. параллельные места, которые вам стены выводят? Я понял, ну, что все. Я люблю. есть параллельные места, которые могут привести нас к таким выводам. А слово говорит, что там? Как можно перевести это греческое слово? так всякую ветвь не приносящую подачу он делает поднимает так надо смотреть параллельными местах на досуге посмотрите на досуге просмотрите как это слово переведено в большинстве мест нового завета на досуге просмотрите все параллельные места как это слово переводится цель наказания возвращение цель наказания не уничтожение а поднятие еще раз цель наказания не уничтожение а поднятие и возвращение если мы просмотрим всю историю израильского народа то мы увидим чтобы цель божьего наказания по отношению к своему народу всегда было возвращение они когда не было уничтожение достаточно много параллельных мест цель наказания всегда возвращение поднятие они когда у бога не было целью уничтожение отсечение выбрасывание и сжигание это очень важный момент когда в нашу жизнь приходит наказание то знайте мои хорошие это только для того что бог хочет поднять вас и очистить вас его цель поднять и очистить а не уничтожить и здесь мы должны знать в тот самый момент когда его цель будут достигнута наказание прекратится в тот самый момент когда его цель будет достигнута наказание прекратится почему будучи родителями мы наказываем своих детей потому что любим но как мы заказываем порим и порим именно порим и порим он уже давно попросил прощения а мы именно его или как только мы видим что цель наказание достигнута наказание прекращается понятно чем идет речь это мы говорим об изменении обстоятельства когда обстоятельства служат к тому чтобы обратить нас и является следствием каких-то наших прямых грехов и это наказание за прямые конкретные грехи и мы упорствуем в этом и не хотим возвращаться в данном случае конкретно если мы обращаемся чего а правда другой случай да немножко другой а это стоит ли правда его цитировать не но дело в том что тут тоже идет речь об отпадении еще раз там шла речь об отпадении а не там шла речь об отпадении или чем-то другом он просто слова отсечен к тому что не всегда но правильно переводится нет у него есть одно из значений но в большинстве случаев как она переведена мы уже читали понятно да надо понимать что в общем то виноградная ветвь является чем-то ценным ветвь не побеги не молодые побеги а сама ветвь и если каждый раз когда ветвь впадает виноградарь бы ее обрезал много бы урожая не собрал понятно да и ветви бывает падает на землю и когда ветвь впадает на землю понятно что она плодоносить но цель виноградаря чтобы ветвь что делала там про виноградник говорится там про виноградник говорится еще раз там не про виноградник там про другое растение говорится еще раз давайте смотреть мы говорим сейчас о буквальных образах которые еще приводит и когда мы начинаем произвольно трактовать и смешивать образы у нас может появиться некая каша мы должны понимать смысл того что говорит нам писание еще приводит пример и когда он стоял и говорил он говорил о чем о виноградной лозе это то что хорошо понятно людям жившим в то время и одной из ключевых культур земледелия была какая виноградарство если вы поговорите с людьми которые понимают виноградники они вам скажут что упавшую ветвь никто не обрезает ее поднимает и привязывает на свое место и затем когда они это сделали виноградарь когда поднял ее привязал он еще берет и моет ее листы потому что когда она упала она запачкалась ты что-то хотел сказать да евреем 6 6 ибо невозможно однажды просвещенных и кусивших дара небесного и соделавшихся причастниками духа святого и вкусивших благого глагола божия и сил будущего века и отпадших отпадших стоит слово в оригинале от по отпадать опять обновлять покаянием когда они снова распинают в себе сына божий ругается ему то есть и ну как рассматривать это вот значение ну как бы это место в контексте с отпавший лозой евреям 6 6 не будет ниже еще раз там стоит то же самое слово смотрите здесь есть говорится о чем в 6 главе евреям здесь мы говорим о совсем другой теме я бы не хотел смешивать если надо мы сейчас можем отступить от лирической части и перейти к части греха ко смерти и и того что написано в 6 главе там описывается о людях которые согрешили грехом ко смерти и которых невозможно опять обновлять покаяние здесь я говорил о том что происходит в жизни верующего человека когда приходят различные этапы наказания и и я хотел на примере этого просто показать о том какие обстоятельства приходят в нашу жизнь как нам на них реагировать и почему они приходят да евреям 6 глава она как бы стоит несколько в стороне и разбирается отдельно специфический вопрос по этому месту писания греха ко смерти хулены духа святого это не одно и то же так у нас есть 10 минут до конца давайте тогда у всех я так понял еще по вчерашней теме был этот вопрос да вчера поднимался этот вопрос тоже нет греха ко смерти вчера не поднимали вопрос говорили и так невозможно однажды просвещенных вкусивших дара небесного и евреям 6 глава невозможно однажды просвещенных вкусивших дара небесного соделавшихся причастниками духа святого и вкусивших благого глагола божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаяние когда они снова распинают в себе сына божий и ругаются земля пившая многократно сходящий на нее дождь произрастающая злак полезная тем для которых и возделывается получает благословение от бога а произрастающая терния волшицы негодны и близка к проклятию которых конец сожжения впрочем о вас возлюбленные мы надеемся что в лучшем состоянии и держитесь спасения хотя и говорим так понятно да вроде как бы целый кусок и так смотрим невозможно однажды просвещенных первая ступень люди о которых идет речь они были просвещены это так я надеюсь что все здесь присутствующие просвещены всех это касается вкусивших дара небесного все здесь вкусили дара небесного саделались причастниками духа святого все здесь все здесь стали причастниками духа святого аминь вкусившись благого 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 божия а это чего может быть хорошо только написано глагол глагол действий а вот здесь будет уже несколько сложнее что там написано сил будущего века а как здесь способность способность чуда чудотворения сила мощь крепость могущества аминь 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 хождение в силе как с этим делом тут не написано что надо стараться они вкусили они кушали да седьмая седьмая седьмой стих очень хорошо говорит об этом земля пившая они пили как часто здесь здесь говорится о том что это происходило с ними многократно но принесло не тот плод это люди которые были близко знакомы с духом святым близко знакомы с духом святым и после всего они что сделали отступили отступили распинали в себе сына и ругаются ему они не просто отошли от бога они еще что сделали ругаются ему говорится о том что эти люди были выставлять на посмеяние делать посмешу чем позорить выставлять в качестве другого примера они не просто отступили они ругаются ему зная его близко переживая его присутствие в виде его чудеса знамения силы будущего века они ругаются ему одно дело когда человек по неразумению и незнанию бога хулит его но другая часть когда человек был близко знаком с богом был причастником духа святого дух святой действовал через него являл силы будущего века и этот человек отступил от бога и ругается ему таких людей невозможно обновлять покаяние но это другие люди чем те которых сказано о том что отойдите от меня я никогда не знал вас да очевидно да потому что те которые если он не знал то есть эти люди они явно знали его и он явно знал их то есть как бы там идет у людях речь которые не рождены свыше но думали что получили рождение свыше думаю что нет то что они пророчествовали еще ничего не значит а вот то что они бесов изгоняли это очень интересная тема а не уверен потому что тут же идет речь не о бабушке ворожее мы говорим о том что этот человек через него действовала сила божья и этот человек предъявляет Богу то что он через него действовал и причем он понимает о чем идет речь во всем этом действительно ключевой момент бесов изгоняли потому что мы видим что когда некие сыновья первосвященника скева решили изгнать бесов на самом деле там не совсем корректный русский перевод я никогда не был близко знаком с вами то есть пользуешься человек пользующийся дарами не имел плодов духа давайте так Иисус говорит о том что он никогда не был близко знаком с ними меняет тогда вопрос рождения свыше тогда бы они не смогли бесов изгонять тогда бы они не смогли бесов изгонять когда он спросил тогда он спросил а сны я власть чьи силы только силу божьей можно бесов изгонять я не говорю о том что они изгоняли я говорю о том что они имел изгоняли я прошу прощения мы понимаем что речь идет о неудоумении людей которые знали Иисуса они знали его они претендовали во всяком случае на личное знакомство с ним и приходя к нему они говорят подожди мы пророчествовали чьим именем по вашему мнению они якобы пророчествовали но на самом деле они не пророчествовали но тогда человек которые ну мы понимаем о том что те люди которые пророчествуют и не являются служителями бога живого они на самом деле понимают в каком бане они живут и что они делают не всегда ну допустим полно примеров православной церкви которые люди которые не рождены свыше делают какие то вещи духовные так сказать которые пророчествуют тресят изгоняют бесов но кто у нас православной церкви в последнее время пророчества я прошу прощения мы делаем перерыв насколько я понимаю и так возвращаемся закончили евреев ну типа да типа да типа да типа да а он один хулана духа святого который не прощается он один невозможно покаяться потому что если дух святой отворачивается человека отступает от человека отходит от человека то этот человек может покаяться потому что покаяние начинается там еще два человека и так все таки вернемся от пятнадцатой главе и она всякую это не приносящую плода он поднимает и всякую приносящую плод очищает чтобы более принесла плода очищает чтобы более принесла приятный ли процесс очищения опять таки когда мы говорим о процессе очищения то мы понимаем что он не совсем нравится нам но будет ли он прекращен в тот момент когда мы таким по-настоящему упакаемся когда мы обратимся будет он прекращен в следующем год проблема заключается в том что плода мы будем позже приносить после очищения насколько я знаю как вы сделаете виноградник лоза обрезается потом приносится плод но все равно на следующий год она опять обрезается у нас странная какая-то логика у нас получается какая-то такая такое общение я бы сказал достаточно странно мы говорим сейчас о процессе да виноградная лоза вот какие-то отрасли которые виноградер берет и очищает и меня интересует вопрос когда закончится процесс очищения мне вы говорите когда принесется плод я вы знаете что процесс очищения не идет до момента принесения плода вот плод приносится несколько позже вы говорите а на следующий год я про следующий год ничего не говорил меня интересовал вопрос обрезки в этом году и вопрос когда прекратится процесс обрезания мне лично не очень нравится вам нравится процесс ваше размышление о следующем годе какое-то имеет отношение к процессу обрезания сейчас и к тому вопросу когда он прекратится не совсем поэтому давайте что делать итак давайте по дерьмасовски гулять постепенно так говорят в Одессе да до следующего года надо дожить итак меня интересует вопрос когда процесс наказания закончится нет процесс наказания когда наказание достигнет своей цели когда мы будем обращены еще очень просто и я секундочку у нас же есть маленькие дети вы их наказываете до каких пор пока плод не появится или чуть чуть раньше по ситуации да по ситуации когда прекращается наказание тихо мы знаем кому мы обращаемся тихо мы знаем от кого мы плода ожидаем так когда прекращается наказание по ситуации по ситуации когда мы понимаем что они поняли или когда плода не принесут понятие понимание того что происходит когда это шелест нет плод это исправление каких-то вещей а как мы поймем что они поняли они нам об этом говорят папа дорогой прости я все понял и дальше мы ожидаем каких-то плодов плодов но скажите наказание я прекращаю в какой момент когда человек начинает мне говорить папа я все понял я не буду бессмысленно наказывать его дальше но послушайте я вам расскажу такую историю очень интересная была с моей дочерью а дети естественно до начала наказания говорят что они все поняли но мы все равно их наказываем и бог как родителям дает нам мудрость понимать когда мы достучались до их сердца потому что стучая их по мягкому месту на самом деле мы пытаемся достучаться до их сердца и в общем то у меня дети знают последствия непослушания и один раз у дочки был там нарыв на пальце надо было идти к врачу она панически боится уколов и мы пришли а она пришла с мамой туда маме не удалось с врачами всем хором уговорить девочку сделать укол а мама знает что это такое вообще наши девочки сделать укол когда ей лет было наверное восемь или девять она попала в больницу в Донецке меня не было я уехал ей надо было сделать уколчик ей сделали уколчик я прихожу и говорю ну как она смотрит на меня так из под лоб и говорит их было больше врачей я говорю сколько она говорит восемь то есть ну так мама пошла к врачу они не смогли ее уговорить сделать уколчик они вернулись и говорит иди ты я ей по дороге все объяснил мы пришли они сделали укол она укол дала им сделать а потом он сказал все говорит ногу не дам ну понятно долгие уговоры я ей объяснил чем это все закончилось и я понял что ну как бы либо восемь человек на ее одну либо домой наказывать и вот мы поехали домой наказывать мы приехали у нее такой маленький стержень внутри я ее наказываю она как бы лежит и молчит я ее продолжаю наказывать и на определенном этапе в его наказание она действительно начинает просить прощения у меня и мы садимся с ней и начинаем разговаривать и вот она говорит послушай я понимала о том что я должна попросить прощения но я не хотел этого делать и я понял что мне надо было достучаться и мы понимаем мы понимаем как родители что когда мы собираемся наказывать своих детей они говорят папочка я все понял я все понял что мы понимаем что ребенок на самом деле ничего не понимает но желает при этом избежать наказания и мы понимаем это да и мы начинаем наказывать мы начинаем наказывать до каких пор мы наказываем когда плод ну какой плод ну вот есть предмет есть роза какой здесь может быть плод кроме того что он говорит все я понял я прошу прощения я останавливаюсь и я спрашиваю своих детей за что ты просишь у меня прощения и когда я понимаю что он осознанно говорит действительно о том о чем я с ним пытался поговорить то я продолжаю наказание если я понимаю что он просит для того чтобы прекратился вот этот процесс сзади то процесс на самом деле что делает продолжается потом он говорит все 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 я понял я опять останавливаюсь и опять спрашиваю что собственно говоря мы поняли мне опять объясняют если тест не пройден процесс продолжается и мы должны понимать что бог он желает чтобы мы действительно остановились на каких-то своих путях и обратились и поэтому в нашей жизни может приходить наказание цель которого возвращение цель наказания не для того чтобы мы сказали ой 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 как неплохо и продолжили делать то же самое цель наказания не чтобы мы мы сознались в чем все что угодно чтобы это прекратилось и потом мы занялись опять своими делами цель божьего наказания в нашей жизни чтобы мы искренне обратились к нему если цель наказания достигнута а цель наказания обращение не плоды а обращение наказание продолжается нет это это мой взгляд я понимаю моего небесного отца таким образом что он наказывает меня для того чтобы вернуть меня к себе когда я смотрю на историю Израиля я вижу то же самое что наказание приходило не ради наказания не для того чтобы издеваться или истязать нас не для того чтобы приносить нам боль и страдания потому что мы такие плохие а цель наказания вернуть нас к себе и когда Израиль искренне обращался все вокруг него изменялось не сразу не моментально не в ту же самую секунду не в тот же самый день проходило какое-то время и Бог восстанавливал свой народ то же самое происходит и в наши дни в нашей жизни если цель наказания возвращение то как только мое сердце действительно поворачивается наказание прекращается другая часть если мои проблемы пришли для того чтобы меня обрезать очистить с тем чтобы я в будущем принес что плод плод будет принесен когда в будущем в свое время а очистить мне надо когда сейчас сколько бы я не просил слушай давай прекращай это дело я уже все понял мне не нравится процесс закончится когда когда он закончит когда он очистит не тогда когда я принесу плод не тогда когда я скажу что я все понял а тогда когда он сделает свою работу во мне когда он меня очистит и это совсем другой путь чем путь наказания за грех для возвращения потому что когда идет процесс обрезания я нахожусь в боге я приношу какие-то плоды я что-то делаю но бог смотрит на меня и понимает что я могу принести еще больше плода но для этого у меня надо и он и когда все верещу все все понял понял завязывай это делать все я уже вернулся он говорит не переживай это он не долгий на самом деле процесс обрезания если вы пообщаетесь с моей женой вы узнаете что милое дело я приезжаю к себе на дачу хватает ножницы сразу бегу обрезать все я люблю и это быстро это не долго как поддаешься ну они мне поддаются деревьями быстро поддаются а человек это другое дело и так процесс обрезания он заканчивается тогда когда он увидит что он уже нас очистил до той степени когда мы можем принести тот плод который мы должны принести и здесь его цель плод в нашей жизни здесь цель не наказание для возвращения здесь цель абсолютно другая плод в нашей жизни и если в первом случае когда мы поворачиваем свое лицо к Богу наказание тут же прекращается то здесь какие-то сложные обстоятельства они прекратятся тогда когда он очистит нас понятно да а вы уже очищены через слово которое я проповедовал вам прибудьте во мне и я вас как ветвь не может приносить плода сама по себе если не будет на лозе так и вы если не будете во мне я есть на лоза а вы ветви кто пребывает во мне и я в нем тот приносит много плода ибо без меня не можете делать ничего кто не прибудет во мне извергнется вон вот кто извергнется вон тот кто не прибудет в нем я на 15 глава я никуда не ухожу как ветвь и засохнет а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают если прибудете во мне и слова мои в вас прибудет то и чего не пожелайте просите и будет вам понятно да разные разные цели обстоятельств в которые мы попадаем и когда мы смотрим на наши обстоятельства только как следствие наших грехов очевидно это не всегда правильно понятно понятно да если обстоятельства действительно следствие наших грехов и это действительно бог уже кричит к нам через обстоятельства чтобы мы вернулись тогда когда мы возвращаемся обстоятельства отступают если цель это очищение для того чтобы я принес еще больше плода они могут меняться чуть позже когда бог достигнет своей цели можно ли сказать что с его вам происходило не на процессе очищения потому что в самом начале бог заявил что он правил можно можно а можно и не говорить вы знаете я вам скажу можем ли мы иметь разные точки зрения можем но не на вероучительные вопросы то есть те вопросы которые лежат в плоскости вероучения конкретные данные по местной церкви здесь мы не можем иметь 28 вариантов понятно вот здесь мы должны все понимать и соглашаться с тем вероучением которое есть в данной поместной церкви если оно соответствует писанию если оно не соответствует по вашему мнению с писания то надо выяснить у раввина или у пастыря этот вопрос если ну нет и суда нет научить в противовес вероучению общины мы не имеем права поэтому бывают вероучительные вопросы на которые есть различные точки зрения поэтому когда вы приезжаете в данную конкретную поместную церковь вам лучше выяснить какое вероучение в данной поместной церкви для того чтобы не было проблем у кого ну прежде всего у вас почему потому что если я приезжаю в баптистскую церковь бог мне дает мудрость не учить о крещении в духе святом со знамением говорения на их языках я могу начать чем закончится понятно да поэтому как правило когда мы приезжаем по местной общине вам лучше узнать тему вашей проповеди согласовать с пастырем можно узнать совпадает ли ваше вероучение с вероучением данной конкретной поместной церкви здесь понятно да вопрос был ли это процесс очищения может быть да явно что бог хотел что-то исправить явно можем такие мы с вами можем кто-то может и не согласиться с нами имеет право на жизнь вопрос не вероучительный нет значит мы можем думать так а можем думать еще каким-то образом имеем право на жизнь хорошо как подтверждение к тому что вы сейчас рассказываете вы бы лично привели бы его как пример как наглядную библейскую иллюстрацию именно вот процессы очищения а можно я не буду отвечать а я не всегда буду отвечать хорошо на последнем занятии у меня на основах учения которые я проводил в общине ко мне подошли люди с благодарностью там целый ряд людей подошел они говорят спасибо я говорю за что он говорит наконец-то первый раз вы дали ясный четкий ответ за все время за все время как правило я не говорю как я думаю зачем есть писание есть писание свое понимание писания я каким-то образом ну излагаю когда я даю материал если я скажу свой вывод то это будет мой вывод а не ваш а если вы к моему выводу придете сами то это будет ваш вывод а не мой зачем же мне говорить вам вывод но речь не идет о выводах скажем даже Ишуа когда учил он то чему учил подкреплял какими-то иллюстрациями скажем ссылался на тонах или какими-то примерами я тоже картинки рисую я тоже картинки рисую пишу что-то я тоже итак творец приглашает человека встать на путь тшувы раскаяние не имеет смысла с рациональной точки зрения раскаяние исповедание не имеет никакого смысла с рациональной точки зрения мы говорим какие-то слова меняет ли они что-то особенно в прошлом да действительно истинное раскаяние начинается с того чтобы устранить все возможные последствия того что я сделал в прошлом да это так иначе мы понимаем что если человек не становится на такой путь то на самом деле это пустой звук это не искреннее раскаяние об искренности мы можем судить по тому как человек пытается исправить все что он сделал в прошлом это так так мы понимаем но если он этого не может сделать как мы можем понимать что мы получаем какой-то плод этого раскаяния этот плод будет каким-то образом в будущем да но по отношению к богу что мы можем исправить нашим раскаянием из того что мы сделали еще раз что мы можем исправить отношением это восстановим это для кого а для него что мы исправили что мы сделали для него что мы исправили в прошлом ничего а раскаяние иррационально то есть по отношению к людям мы еще можем что-то исправить но по отношению к богу мы уж точно ничего не исправим по отношению к людям мы должны стараться что-то исправить да это говорить для людей для нас искренность нашего покаяния здесь еще что-то возможно изменить но по отношению к богу мы уже ничего исправить не можем кроме того что мы можем сказать прости понятно да наши слова на самом деле ничего не производят в реальном физическом мире это понятно да абсолютно непонятно почему мы ожидаем изменений тогда мы хотим на основании для них понятно то есть о чем мы говорим наше раскаяние оно иррационально в этом мире и я иногда сталкивался с такими вещами которые меня ну отрезвляли неким образом находясь в христианской среде зная что прощать как бы норма это нормально как бы да нормально при том что ты не прав попросить прощения и другой человек естественным образом тебя говорят прощаю все нормально мы привыкли к этому то общаясь с неверующими людьми я как то говорю ну извините меня я был неправ и вот этот человек говорит какой извините зачем мне надо твое извините к чему оно мне это говорит человек понятно о чем у него речь к чему мне ваше извините что делает ваше прости что производит ваше покаяние в прошлом бог может точно так же спросить нас слава богу что он не спрашивает но мы не должны принимать наше покаяние как нечто что обязывает его к прощению потому что наше покаяние ничего не производит кроме нашего сожалению понятно о чем идет речь то есть наше покаяние иррационально оно ничего в себе не несет кроме нашего сожалению по отношению к нему оно не исправляет последствий того что мы сделали ну несмотря на это совершая такие рациональные поступки мы хотим рациональных изменений в мире которые окружают нас мы люди нам хотелось бы чтобы это было так иногда мы себе не задаем вопрос а на каком основании мы хотим кроме хочу есть ли у нас еще основания этого ожидать и тогда когда мы задумаемся и поймем что нету никакого основания мы успокоимся и будем уповать на милость мы успокоимся и будем уповать на милость потому что другого ничего нам не останется потому что наше покаяние оно имеет под собой только единственное основание его милость. Это не то, что он нам должен или обязан. Он не должен нас прощать, он не обязан нас прощать. Это его милость по отношению к нам, кающемуся творению. Понятно, да? И самое невероятное, что такие наши иррациональные покаяния производят реальные изменения в физическом мире. И это только результат его милости. Итак, возможность начать сначала. Об этом мы всю жизнь мечтали. Осознавая тщетность наших мечтаний. И только придя к нему, мы поняли, что это реальная вещь для нас в нашей жизни. Это реальность, которая есть для детей Божьих, ставших на путь шуи. Возможность начать все сначала. Это реальность для детей Божьих, ставших на путь покаяния. Начать все сначала. Начать все с чистого листа. Это чудо. Это чудо. Это чудо. Суть греха – отделение от Бога. Тшуа – приближение к Богу. Суть греха – нечистота. Суть греха – нечистота. Тшуа приводит нас к нему, и он может очищать нас. Таким образом, мы восстанавливаем взаимоотношения. Теперь мы подходим к вопросу очищения чистоты. Я не помню, в прошлый раз мы с вами говорили о чистоте? Очищение, чистота. Говорили? Очень емкая штука. В прошлый раз это когда? Год назад. Вчера мы практически так упоминали. Чистота – понятие, неразрывно связанное с Богом. Чистота – это понятие, неразрывно связанное с Богом. И когда мы говорим о нечистоте, о сквернении от греха, то мы не говорим о чем-то, что имеет материальный характер. Мы говорим о нравственной нечистоте. И понятие чистоты, справедливости – это понятие, присуще только Творцу. Вне его рассмотрение понятия чистоты становится абсурдным. Есть три взгляда на мир. Есть три взгляда на мир. В центре всего стоит теизм. Теистическое мировоззрение – это мировоззрение иудаизма. Заодно христианство тоже. Что говорит это мировоззрение? Есть Творец и есть Творение. Есть Творец, который имеет цель для своего творения, есть Творение, которое имеет ответственность перед своим Творцом. – это понятно? – это основа иудейского взгляда на мир. – это основа иудейского взгляда на мир. – это основа иудейского взгляда на мир. Законы, по которым его творение живет. И если Творение не следует этим законам, то соответствующее последствие наступает. Творение имеет ответственность. И когда Творение не соответствует цели Творца, что происходит с Творением? Еще раз, давайте простую вещь посмотрим. Есть некий творец, который создал этот сосуд. Создал этот сосуд, к примеру, для того, чтобы наливать в этот сосуд раскаленный металл. Творение соответствует цели? Что с ним надо сделать? Проще выбросить, наверное, чем это переделывать. Сколько бы я это не переделывал? Понятно, да? Что делать творцу, если то творение, которое он создал, не соответствует его цели? Выкинуть. В данном случае, что Бог делает с творением, которое перестает следовать его цели? Уничтожает. И это нормально. Бытие, 6 глава. Бытие, 6 глава. И сказал Бог Нооху, на конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась злодеянием, и вот я истреблю их с земли. Мы видим приговор. Мы видим приговор. Почему этот приговор пришел? И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Бог смотрит на землю и говорит, послушайте, я создавал это не для этого. Всякая плоть на земле извратила что? Свой путь. Они перестали ходить моими путями. Они извратили и растлились. И поэтому, что Бог говорит? Конец всякой плоти пришел. Очень интересное местописание. Опять открывает нам некоторые вещи. Здесь мы видим два времени. Конец всякой плоти. Что сделал? Пришел это прошлое, настоящее или будущее? Настоящее. Пришел. Настал. Если мы посмотрим, другой перевод написано, конец всякой плоти настал. Настал. Какое время? В оригинале в прошедшее время. Настал, пришел. Пришел. Он пришел. Это факт. Он пришел. Законченное действие в настоящий момент времени. Хорошо. Законченное действие в настоящий момент времени. Такая формулировка всех устраивает? Все, супер. Скажите. А я истреблю. Два разных времени. В одном стихе? Но он истребляет то, что уже конец уже пришел. конец уже пришел. А я истреблю будет. Почему так? Странно. Ведь на самом деле конец же еще не пришел. Еще предстоит чему-то произойти. Еще будет строиться ковчев. Еще Ной будет проповедовать 120 лет. Будет Ной еще проповедовать? Он назван проповедником. Он проповедовал? Он призывал людей? А Бог говорит конец уже все, настал. Почему? У людей был выбор? Но на самом деле Бог говорит у этих пацанов уже выбора нет. И Он говорит чем это все закончилось? Он говорит конец уже настал пред лицом моим. Потому что они извратили путь свой. Если они стали на этом путь то конец этого пути погибет. И они не хотят свернуть с этого пути. И мы видим Ноах проповедовал и они не свернули. вот это важная часть. Ответственность творения соответствует цели творца. Ответственность творения соответствует цели творца. Потому что в противном случае зачем это творение творцу? Логично? Все же достаточно просто. Поэтому в теистическом мировоззрении есть творец который не создал свое творение просто так от нечего делать. Ну скучно было я решил немного потворить вот это именно. Говорят. Вот они так и живут как они говорят. Послушайте творец когда он творит он имеет конечную цель для своего творения. он для чего-то это делает. И Бог творя он имел какую-то цель. Есть творение которое отвечает перед своим творцом. Очень интересное. И каждый из людей даст отчет перед тем кто имеет судить живых и мертвых как они прожили это время на земле и насколько они исполнили ту цель которую творец имел для их жизни. и иудаизм мы не появились ни из ни откуда. Мы не произошли от обезьяны. Мы не продукт случайной эволюции. Мы его творения созданные с определенной целью. Новый Завет нам говорит эту цель на добрые дела. чтобы возвещать совершенство призвавшего нас в чудный свой цвет. Цвет. Понятно да? Если мы не будем возвещать совершенство призвавшего нас то мы соответствуем цели? Нет. И поэтому в некотором будущем у него к нам появятся некоторые вопросы. И он спросит сынок а почему собственно? а что тебе мешало? А почему ты не следовал той цели для которой я тебя сотворил? Почему ты не следовал той цели для которой я тебя призвал? Для чего ты не следовал той цели для которой я тебя отделил или я тебя осветил от этого мира? Почему ты не следовал? Объясни ответь потому что у тебя есть ответственность передо мной. Ты не случайно здесь? Моня, вы случайно не шахтер? Я специально не шахтер. Так вот, мы не случайно здесь, мы специально здесь. Мы не продукт амебы-туфельки, которая решила потом немножко... Мы не оттуда. Если люди верят, что они произошли от обезьяны, не спорьте. Может, он действительно имеет таких родственников. Откуда нам знать? Но я не верю в том, что я произошел от обезьяны. Я творение, и у меня есть творец, сотворивший меня с определенной целью. И это основа иудаизма. Мы не верим в теорию эволюции. Дедушка Дарвин тоже в нее не верил в конце своей жизни. И тоже понимал, что он ошибся. Нет, он не очень поздно. Он сразу... Он когда писал свою теорию эволюции, он сразу в нее включал некоторые оговорки. Он говорил, если это так, то должны быть вот такие еще вещи. И он писал, до сих пор они не найдены. И до сих пор эта эволюция в школах живет. Ну, ничего страшного. Это не страшно. Прерываемся и потом продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok